Буфет номер один. Такое заведение в центре Новосибирска, которое восстанавливает советскую ностальгию, в антураже, по крайней мере. Здесь восстанавливается внешний вид советского буфета. Интересно, а приходят сюда любители Советского Союза или просто любители доступного пива? Ну помнишь советское время? Ну конечно помнишь. И что там было хорошего? Колбасы не было, пива не было. Пиво было? Да не было. Пиво было хорошее, но его не было. Я вам скажу, что в советское время я бы не вернулся. Ну если бы я там, конечно, Ленина там... Первый секретарь. Да, первый секретарь. На самом деле я и был в советское время. В основном я поднимал пятнашки и десярики и другие монетки около пивнушки. Потому что я был маленький еще. Мы собирали эти пятнашки и потом шли в кафешку. И что там было? Прекрасная советская кафешка. 22. Идеальная пирожная. 12 копеечек. Слоечка, моя любимая. Спрашиваете у меня о том, что было прикольно. Было очень все прикольно. Открытый мир. Не было границ. Мы не знали вообще где границы находятся. Мы их просто не знали. Мы настолько были счастливы среди друзей костров. Мы жгли костры. Ездили на рыбалку, на электричке. Нам было очень здорово. Слушай, скажи мне, пожалуйста, если бы была возможность вернуться в советское-союзское берутся? Ну, скорее всего, нет. Почему? Нет. Потому что то, что я видел, на самом деле, это, скорее всего, стояние в очередях. Один раз мы с мамой стояли в очереди за маслом за 200 грамм 8 часов, чтобы получить, на самом деле, пайку в 200 грамм. Это было довольно дико. Это было на Сибирске было? Это было в Горно-Алтайске. Самое интересное. Потому что я... Ну, я, да, думаю, мне не нравится. Плюс, очень, за бананами. Каждый год, каждый год, два раза в год, нам привозили в Горно-Алтайске два раза мороженое. Нам привозили такие черные-коричневые ящики, черные-коричневые и так далее, когда там была у меня мороженая забава, вот, и мороженое эскимо. Эскимо разбирали в первую же очередь, и потом состояли с забавой. Давали, по-моему, уже по три штуки в руки. Уже по конец. Крукетные воспоминания из детства. А что хорошего было в Сибирске? Ну, более того, можно было бы гулять спокойно, без всяких проблем. То есть не было таких вот каких-то... Безопасных. Ну, довольно безопасно, если бы, возможно, было бы гулять. Хотя... Мы гуляли по всяким стройкам, по всяким... Ну, это в детстве, понятно. Конечно. Вот. Но... Это... Нет. Никогда бы не вернулся, на самом деле. Ты бы вернулся, а в Сибирске? Я сказал же нет. Нет? Почему? Я же тебе сказал уже. Айфонов не было. Ну... Машин не было. Автомобили не было. Жигули были. Но джинсы у нас стоили сколько? 220 рублей на рынке. 240-280 рублей. Но это фирма реальная или... Реальных вообще не было. Да, да, да. Самые дорогие были у нас индийские джинсы. А советские были не джинсы? А не было советских джинсов. Ну что, кроме джинсов другой радости нет? Всем были моложе, джинсы были меньше. Я, короче, не могу не получать. А если была возможность вернуться в Советский Союз, ты повернулся? Да. Конечно. Почему? С большим удовольствием. Вот ты не один... Многие говорят нет, а ты говоришь да. Почему? Ну, потому что мне нравилось в Советском Союзе. Сколько тебе было лет в девяностом году? 20. То есть, по мне уже самостоятельно было хорошо. И что-то было самое лучшее в Советском Союзе? Было абсолютно все. Замечательное образование. Заметь, Советская школа, она все-таки лидировала и будет лидировать. Высшее образование фактически тоже бесплатным было. Спорт, которым я занимался, практически любой человек занимался, финансировался, скажем так, очень даже здорово. Поэтому очень много плюсов. Ну и наши старики, которые были в то время... Медицина. Медицина, старики наши, которые были, получали достаточные... Я не помню, чтобы наши старики голодали. Такого не было. Да, а старики и сейчас не голодают? Ну, смотря какие. Вот московские старики, которые там это... Оголодумы сидят. Вот они не голодают. Что бы ты принес, если была бы возможность, из советского времени в современный мир? В нашу жизнь. Курс доллара. — 81 копейка. Курс доллара — 81 копейки, согласен. А, 81 Советский Союз. Жигал бы прикуп, жил бы в Сочи, говорим. Надо было покупать, если были б деньги ещё. То, что нам Тимур любезно предоставил — это не социология — это очень интересная показательная зарисовка, это зарисовка, да. Ну, она очень интересная. И, в общем, она как-то выражает настроение многих. По крайней мере, из тех многих, которых я лично знаю. Да, очень интересно. Я люблю такие места. В Москве вот есть, я думаю, ты помнишь, такой клуб ресторан Петрович. Да, да, я бывал. Но туда не всех пускают. У меня был пропуск. Да, с советским антуражем. Вот я туда не без удовольствия захожу, чтобы окунуться во времена молодости нашей. Я когда жил в Москве, это был такой клуб. То есть не ресторан, а ресторан-клуб с джазом. А он и таким остается до сих пор. Это ресторан-клуб, действительно, с системой пропусков. И туда приходят интересные люди. Немало, кстати, завсегдатаев. И я туда именно несколько раз ходил, чтобы окунуться, еще раз повторю, в эту атмосферу. Но это не означает, желание окунуться в атмосферу не означает, что я испытываю ностальгию по тому прошлому. И, кстати, судя по данным опроса, который Тимур любезно нам предоставил и сделал по нашей просьбе, получается, что и большинство опрошенных, по крайней мере, вот в этой точке Новосибирска, особой ностальгии, собственно, по прошлому не страдают. И, Аркадий, обрати внимание, какие они приводят аргументы. Бытовые, но совершенно бронебойные очереди. Это чистая правда. Хорошо, в Москве, может быть, не было очередей до рубежа 80-90-х с сливочным маслом, но я помню очереди за какими-нибудь женскими сапогами, 5, 6, 7-часовые. Это была реальность. Нехватка качественных продуктов питания – это все чистое, чистое и правда. И никто не вспоминает, за одним исключением, по-моему, в вопросе, те преимущества советского строя, которые сейчас левые поднимают на чит. Вот бесплатное образование. Кстати, да, оно было бесплатным и, надо честно признать, довольно качественным. Оно было довольно качественным. По тем временам, да, сразу здесь надо делать поправку на контекст. Доступность медицины, но медицина была, хоть и доступная, но, честно говоря, не очень качественная. Нам просто тогда нечем было сравнивать. Я думаю, ты это прекрасно. Да нет, но мы были молоды и здоровы, в конце концов. Да, ты прав, да. Да, нам не часто медицина, по счастью, не часто требовалась. Но у людей все-таки, хоть они получали советское образование, судя по возрасту, скорее всего, у них все-таки в голове другой застряло и осело. И вот эта невыносимость быта, я бы сказал, скудость, нищета и безобразие, такое, знаешь, воинствующее унижение, воинствующее унижение. Мы и сейчас унижение испытываем, но не потому, что в магазинах нет провизии. Сейчас, может, денег не хватает. И чаще всего у большинства, к сожалению, не хватает. Но вот то бытовое унижение, с которым мы сталкивались на каждом, буквально на каждом шагу. И это людей, по-моему, гарантирует, по крайней мере, защитную часть общества, желание вернуться в прекрасное советское прошлое. Но власти свои резонны. Видно, что она пытается использовать эту ностальгию в своих целях.